Продолжение следует... Добрый день, уважаемые учащиеся! Вашему вниманию представляется видеоразбор ответов к заданиям номер один, к заданиям самостоятельной работы для самостоятельного выполнения по географии для седьмого класса заочных курсов юниор с применением дистанционных технологий электронного обучения. Меня зовут Анна Витальевна Коновалова, я преподаватель кафедры экономической, социальной и политической географии Института географии, геологии, туризма и сервиса Кубанского госуниверситета. На этапе первой темы про Африку, Австралию и Индийский океан в методичке были представлены задания для самостоятельного выполнения по этим темам. Задания состояли из трех блоков. Первый блок, так называемая разминка, достаточно легкая по уровню выполнения. В данном случае в разминке необходимо было определить материк по его описанию и ответить на дополнительные вопросы к каждому из заданий. Вторая часть состояла из пяти заданий с достаточно развернутым ответом. И третий блок заданий это традиционно тестовая часть, опять же по изученным темам. Итак, приступим к разбору представленных заданий. Разминка. Определите материк по его описанию и ответьте на дополнительные вопросы к заданию. Итак, первое описание было следующего характера. На этом континенте есть самый длинный в мире. Этот специальный забор был построен для защиты от вредителей собак Динго. И построен был с 1880 по 1885 годы, чтобы не допустить вторжения Динго в плодородную юго-восточную часть континента. Таким образом удалось защитить отары овец Южного Квинсленда. Это самый длинный забор в мире. Его длина составляет 5614 километров. Забор частично помог уменьшить вред, наносимый дикими собаками по головью скота. Опять же повторю, что задание было достаточно легким и в данном случае не составляло, я надеюсь, труда для учащихся определить, что искомым материком, континентом является Австралия. На Австралию здесь указывал ряд факторов. Это и собака Динго, и юго-восточная плодородная часть континента, в конце концов Квинсленд. Все эти факторы указывали на Австралию. За правильный ответ учащиеся получали 2 балла. Далее к заданию необходимо было ответить на дополнительные вопросы о материке. Максимально за эту часть можно было получить до 7 баллов. Итого вместе с материков 9 баллов. Итак, высшей точкой материка Австралия по-прежнему много лет уже является Гра Костюшка. Если учащиеся указывали высоту, это хорошо. За ответ правильный получали 1 балл. Крайняя южная материковая точка. Это мыс Юго-Восточный или он же South East Point. За правильный ответ, правильно названную точку южную, также учащиеся получали 1 балл. Далее следующий момент предполагал необходимость обозначить элементы гидросферы, которые омывают берега Австралии с востока. К таким элементам, в частности, относятся Тихий океан, Тасманово море, Коралловое море, Восточно-Австралийское течение. За каждый из элементов учащийся мог получить по 1 баллу. Итого в сумме в данной строке не более 4 баллов. И, конечно же, последний вопрос о самой длинной реке на материке. В кодификаторе, да, в правильном ответе были даны такие варианты. То есть просто Дарлинг – это 1 балл. И если называли Мурей с Дарлингом – это тоже 1 балл. Но если в ответе написано только Мурей – это 0 баллов. Переходим к второй части разминки новому описанию материка. И наша задача, опять же, определить по основным моментам, описаниям, ключевым точкам, что это за материк. На континенте имеется огромное количество водоемов, которые не исследованы учеными. На карту их нанесли недавно, что также является довольно удивительным. Реки славятся здесь изобилием водопадов, которые имеют ступенчатый характер. Это очень живописное явление, особенно если наблюдать его вживую. Крупнейшая река материка является единственной, которая проходит через самую засушливую пустыню. Естественно, правильным ответом здесь является Африка. За это при правильном названии материка дается 2 балла. Если, как определяем, достаточно такое размытое описание в начале, но буквально самое последнее предложение не оставляет нам никаких сомнений. Во-первых, названа крупнейшая река, да. Сказано, что крупнейшая река является единственной. Плюс самая засушливая пустыня. Естественно, речь идет о Сахаре, о пустыне, и о Ниле, о реке. Таким образом, опять же, Африка достаточно легко определяется. Но до этого описание может навеять тем фактом, что реки изобилием водопадов славятся. Мы знаем, что в Африке достаточно много водопадов. Один из самых знаменитых – это водопад Виктория. Опять же, рельеф Африки ввиду образования имеет такой достаточно неоднозначный характер. Плюс порожистость рек, ступенчатый характер за счет этого водопадов, опять же, указывают нам на Африку. И следующая часть заключалась, опять же, в необходимости ответить верно на дополнительные вопросы уже о материке Африка. В качестве вопросов учащимся были предложены такие, как самый высокий водопад, крайняя северная материковая точка. Опять же, необходимо назвать элементы гидросферы, которые омывают материк, и самый высокий вулкан на материке. Максимально за эту часть задания можно получить 10 баллов. Самым высоким водопадом материка, опять же, как я сказала, является Виктория. За это можно было заработать балл. Крайней северной точкой является мыс Бенсека. И в качестве элементов гидросферы учащиеся могли предложить Атлантический океан, Гвинейский залив, Бенгельское течение, Гвинейское течение, Гвинейское течение, Гвинейское течение. Если каждый из элементов был назван, то по одному баллу учащийся получал. Самый высокий вулкан на материке, опять же, это достаточно знаменитый вулкан Килиманджаро. Один балл. Всего максимально за разминку можно было получить 19 баллов. В целом разминка, на мой взгляд, была несложной, не случайно она названа разминкой. В основном все вопросы, в частности, особенно дополнительные, это вопросы, демонстрирующие знания, требующие проявления знаний номенклатуры, экстремумов географических, то бишь, самая высокая, самая глубокая, самый низкий, длинный, короткий и так далее. То есть, вот, в частности, именно знание номенклатуры позволило учащимся бы достаточно успешно справиться с разминкой. Второй блок заданий, как я говорила, это были задания с развернутым ответом и посмотрим, какие вопросы предлагались учащимся для рассмотрения. В частности, опять же, первое задание заключалось в необходимости распределить географические объекты на группы по материкам. Причем, что следует заметить, сразу же в бланках ответов учащимся были предложены материки Африка, Австралия и варианты того, чем названные объекты могут быть. Это могут быть мыс, горы, острова, заливы, реки, озера. В качестве непосредственно самих наименований, да, географических, были такие, как Белая Вольта, Габбис, Грегори, Игольный Йорк, Кванга, Киву, Мелвилл, Митчелл, Мур, Натуралисты, Реюньон, Руапеху, Рувензори, Рудольф, Сидра, Сокотра, Флиндерс, Фром, Фюрна, Шире, Эмикуси, Эйаси, Снежные горы. Хочется, опять же, обратить внимание на то, что достаточно примерно одна третья наименований географических, представленных в этом задании, являются довольно знакомыми для учащихся, которые активно занимаются географией. в Олимпиадах, в частности, легко определить мыс Игольный, мыс Йорк, заливы Габбис и Сидра. Я думаю, что для таких детей не составило труда определить, где находятся Снежные горы, да, уже сразу же здесь есть и подсказка, во-первых, и что это за объект, выявить, откуда Белая Вольта, что такое Сокотра, то есть только знание номенклатуры, более здесь ничего не требовалось. Итак, посмотрим, как правильно необходимо было выполнить данное задание. Итак, к мысам в Африке были отнесены из списка Игольный, да, мы помним, крайняя южная точка, мыс Игольный. В Австралии мысами являются Йорк и Натуралиста. Горы в Африке это Рувензори и Эмикусия, это одна из высших точек, одних из Нагорьев Африки. В Австралии горами являются одновременно и Грегори, и Руапеху, и Снежные горы, в частности, там, где как раз находится высшая точка Австралии, гора Костюшка. Острова. Острова из предложенного перечня это Реюньон, Сокотра, которые находятся близ берегов Африки, а также Мелвилл и Фюрно, которые находятся близ берегов Австралии. Заливами были всего лишь два, это Габис и Сидра. Оба залива находятся у северных берегов Африки. Заливов из Австралии здесь представлено не было. Реки. Реки, в частности, в Африке. Это Белая Вольта. Да, опять же, Вольта достаточно знаменитое наименование географическое на материке Африки. В частности, ранее было такое государство, да, на материке, которое нынче, это у нас Код-де-Вуар. Кванго. Почти что созвучное наименование с Ока-Ванга. Я думаю, что тоже не составило труда определить происхождение именно этого термина, да, топонима. Шире, также это река, одна из притоков Нигера в Африке. В Австралии, несмотря на то, что Австралия, мы знаем, достаточно бедна реками, однако Митчелл и Флиндерс, это как раз реки Австралии. Озера. Конечно же, это достаточно знаменитые африканские озера Киву и Рудольф, да, которые находятся в зоне великих африканских разломов, и озеро Эйаси, недалеко от столицы Кении, Найроби, располагается данное озеро. Из Австралии озерами являются в Австралии это Мур и Фром. В данном случае за каждый правильно распределенный объект или явление учащийся получал потному баллу. За счет того, что список наименований состоял из 24 географических объектов, соответственно, максимальная оценка за данное задание это 24 балла. Задание второе заключалось в необходимости, опять же, заполнить пропуски в таблице, используя знания о природных зонах Австралии. И также необходимо было, уже была достаточно дана подсказка, да, в виде названий природных зон, животных, растений и почвы, учащимся необходимо было только их верно распределить. Таким образом, опять же, данное задание было составлено, основываясь на заданиях Олимпиады по географии всероссийской прошлых лет. Задание с природными зонами при анализе, да, показал, что это одно из популярных заданий, поэтому вот было создано такое задание и необходимо было продемонстрировать учащимся знаниями именно природную зон Австралии. Итак, я надеюсь, что ни у кого не составило труда соотнести природную зону, тип климата, который господствует в данной природной зоне, почвы, которые могут образоваться и по одному представителю из растительного и животного мира. За каждое распределенное название верное природных зон, почвы, животных и растений можно было заработать на 10 баллов. Максимальная оценка за это задание 16 баллов. Установить, что в постоянно влажных лесах тропический муссонный климат, красные, желтые, ферролитные почвы, орхидея и коала это представители растительного и животного мира данной природной зоны. В жестколистных вечно зеленых лесах и кустарниках Австралии у нас господствует субтропический средиземноморский тип климата, в результате чего образуются красно-бурые и бурые почвы. Из представленных растений есть низкорослые эвкалитты. Природная зона саванны редколесий это субэкваториальный тропический тип климата с коричневыми почвами, представители растений это казуарины, а животные одно из знаменитых эндемиков Австралии это ехидна. К полупустыням и пустыням у нас формируются в зоне тропического континентального типа климата, почвы там преобладают соответственно пустынные, песчаные и каменистые. В качестве растений из списка можно было выделить и определить к данной природной зоне челнобородник, а животное известное всем собака Динго, про которую в частности было задание из разминки. Надеюсь, что опять же задание достаточно простое, но тем не менее требующее знаний природных зон, условий и факторов формирования в этих природных зонах почвы, представителей из растений и животного мира. Третье задание заключалось в необходимости определить по описанию географический район. Описание следующего характера. Этот крупный географический район протягивается через весь материк с запада на восток. Характеризуется плоским рельефом с отметками 200-400 метров над уровнем моря, обилием травянистой растительности, при этом при ограниченном развитии древесных растений. Количество осадков здесь непостоянно и ведение сельского хозяйства достаточно рискованно, что неоднократно приводило к серьезным проблемам, связанным с опустыниванием и голодом. Правильным ответом является Сахель, это тот самый географический район в Африке. За именно такой ответ учащимся дается максимальное количество баллов, это 5. Другие варианты ответа здесь невозможны, потому что достаточно специфичное описание. Во-первых, это тот факт, что это какой-то район, который протягивается через весь материк, причем что с запада на восток. Отметки высот незначительные, буквально 200-400 метров. При этом травянистая растительность есть, но достаточно представлено, мало представлено древесных растений. Опять же, количество осадков непостоянно. Хозяйство относится к рискованному виду деятельности, в результате возможное опустынивание и голод. Естественно, когда ознакомившись с таким описанием, в голове сразу же возникает образ Африки, и ты начинаешь искать уже, что же там в Африке, умозаключением знания каких-то локальных терминов физико-географических, в частности, в лекции были представлены в самом заключении такие термины, можно было ознакомиться. И вот Сахель в данном случае является ответом. Четвёртое задание. Это задание заключалось, необходимо было определить продукт, о котором идёт речь, и страна. В качестве задания была представлена таблица с странами, которые занимаются производством этого продукта по данным 2018 года. Кто на первом месте в данном случае неизвестен, это является как раз предметом задания, необходимо установить эту страну, вот, и исходя из рейтинга стран-лидеров, определить, что, собственно, это за продукт. Ознакомившись с странами, это в частности Алжир, Иран, Саудовская Аравия, Индия, Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан, Ирак, Марокко и Оман, учащихся этот рейтинг должен натолкнуть на некий такой продукт, достаточно специфичный, произрастающий именно в этих странах, потому что именно эти страны являются лидерами по производству. И проанализировав таблицу, можно прийти к умозаключению, что таким продуктом в этих странах будут являться финики, в частности финики это правильный ответ, за который учащемуся даётся 5 баллов. Соответственно, страна, которая занимает первое место по производству фиников, это Египет. Итого максимальная оценка за четвёртое задание 10 баллов. Задание четвёртое достаточно, на мой взгляд, сложное. Здесь уже демонстрируется знание стран, знание их экономики, отраслей специализации, в частности из сельского хозяйства. То есть, ну вот, такое задание было представлено. Надеюсь, что опять же многие справились с ним. Пятое задание, опять же, это задание уже из экономической географии. В частности, оно заключалось в необходимости установить, о каких государствах идёт речь, когда была представлена таблица о площади этих государств до 2011 года и с 2011 года. В частности, в таблице было представлено, что до 2011 года это государство занимало площадь 2,5 миллиона квадратных километров. А с 2011 года, соответственно, что-то произошло, что позволило выделить из состава этого государства 2 новых, это площадью почти что 1,9 миллионов квадратных километров и 0,6 миллионов квадратных километров. По логике рассуждения здесь достаточно всё просто. Во-первых, цифра 2,5 миллиона квадратных километров уже сразу же должна натолкнуть учащегося на значимость данного государства по площади. Сразу же в голове должен вспомниться рейтинг первых 10 стран по площади их территории. И в частности, до 2011 года вот такая площадь 2,5 миллиона квадратных километров была у Судана, и Судан занимал десятое место по площади. После 2011 года, когда в стране произошёл референдум и из состава Судана выделился Южный Судан, появился на политической карте Африки, площадь просто Судана осталась 1,89 миллионов квадратных километров. А Южный Судан, соответственно, забрал себе наименьшую площадь, это 0,6 миллионов километров. На мой взгляд, задание достаточно, опять же, несложное, но тем не менее требующее знаний политической карты, в частности, именно Африки, и знаний основных процессов, политических изменений, которые на карте происходили. Потому что 2011 год – это достаточно актуальные события в Африке, поэтому демонстрация этих знаний позволила бы учащемуся заработать до 9 баллов. То есть, если правильно названо до 2000 года Судан – это 2 балла, если назван с 2011 года страна, которая занимает 1,89 миллионов квадратных километров Судан – это еще 2 балла. За вот эту часть задания, где необходимо было определить, что за территория с площадью 0,61 миллионов квадратных километров, если был назван Судан – это еще 2 балла. И еще 3 балла предлагалось за обоснование хода рассуждений ответа учащегося. Таким образом, максимальная оценка – 9 баллов. Третья часть – это тестовая. Тесты являются неотъемлемой частью Олимпиады уже много лет. Критерии оценивания правильности ответов достаточно здесь просты. За каждый правильный ответ учащийся получал 1 балл. Максимально возможная оценка за тесты – это 10 баллов. Таким образом, было представлено 10 вопросов. И сейчас мы с ними ознакомимся. Итак, первый вопрос звучит следующим образом. Мыс Аль-Мади и мыс Расхафун – это крайние точки. Австралии, Антарктиды, Африки или Южной Америки. Естественно, крайние точки – это то, что надо знать наизусть. Причём, что знать не только их отношение к материку, но и знать, кто из них – северный, южный, западный или восточный. В данном случае это, соответственно, западная, восточная, крайние точки – Африки. Африка – это правильный ответ. Второй вопрос тестовый. Самый сухой материк. И были предложены варианты. Африка, Южная Америка, Австралия и Антарктида. Опять же, в ходе подготовки к выполнению заданий, в методичке, в лекции, видео, неоднократно акцентировалось внимание, что самым сухим материком является Австралия. Таким образом, Австралия является правильным ответом в данном вопросе и за это получает балл. Третий вопрос заключался в необходимости установить, что за географический объект Африку с Евразией соединяет. Были предложены Гибралтарский пролив, Суэцкий перешек, Средиземное море и Панамский канал. Естественно, правильным ответом является Суэцкий перешек, который как раз соединяет Африку с Евразией. Возможно, что многие из учащихся сразу же подумают, что это Гибралтарский пролив, но здесь нужно понимать, что пролив — это то, что разъединяет материки, поэтому Гибралтарский пролив в данном случае правильным ответом быть не может. Средиземное море по тем же соображениям также отметается, но Апанамский канал — это физико-географический объект совершенно из другой части света, из Америки. Четвёртый вопрос. Из европейских мореплавателей первым обыгнул Южную Африку. И варианты ответа. Фернан Магеллан, Васка Дагама, Христофор Колумб, Александр Гумбольд и Джеймс Кук. Здесь было предложено целых пять вариантов ответа. Естественно, что мы знаем, что первым был, конечно же, Васк Дагама. Это правильный ответ, и это бал. Пятый вопрос. Самая сухая область Африки. И были предложены следующие варианты ответа. Это джунгли, саванны, Сахара, все горы Африки и Мадагаскар. Данный вопрос проверял знания особенностей климата Африки. В частности, правильным ответом является Сахара. Это пустыня самая засушливая. Поэтому я думаю, что в других комментариях варианты ответа не нуждаются. Шестой вопрос. Почему все глубокие озера расположены в Восточной Африке? Один из вариантов ответа заключался в предложении того, что там много котловин от потухших вулканов. Второй вариант ответа. Здесь проходит зона разлома в земной коре. Третий. В Африке нет глубоководных озер. И четвертый. Так как большое количество осадков. Все мы знаем великий африканский разлом. Озера, которые в частности находятся в этой зоне. Таким образом, правильным ответом является Б. Здесь проходит зона разлома в земной коре. Седьмой вопрос. Заросли сухих кустарников в Австралии называют вадики, брачо, скреп и сельфа. Опять же, хочется сакцентировать внимание на необходимости знать особенности материков, различные физико-географические термины, которые встречаются именно на этих материках. В частности, мы знаем, что вади — это термин, применимый к Евразии. Кебрачо — это из Америки. Сельва — также из Америки. А вот как раз скреп — это как раз австралийский термин, который обозначает заросли сухих кустарников. Из-за этого получаешь один балл. Восьмой вопрос звучит следующим образом. Вельвичия в естественных условиях произрастает в Северной Америке, Южной Америке, Африке и Евразии. Вельвичия достаточно известное растение африканских пустынь, в частности, на мипах калахаря. Соответственно, правильный ответ — это Африка. Но больше здесь, мне кажется, даже дополнять нечего. Девятый вопрос. Какая из перечисленных пустынь находится в Африке? Опять же, знание номенклатуры. Атакама, Гоби, Намипы, Большая Песчаная. Если ты хорошо знаешь номенклатуру, то не составит труда определить, что Атакама — это пустыня из Южной Америки. Гоби — это Евразийская пустыня из Центральной Азии, которая располагается. Намип — это как раз африканская пустыня, а Большая Песчаная — это пустыня Австралии. Таким образом, верный ответ — пустыня Намип находится в Африке. И десятый заключительный вопрос был адресован Индийскому океану. В частности, необходимо было найти его отличительную черту. И предлагались такие варианты ответа, как А. Его посередине пересекает экватор. Б. Он большей частью расположен в северном полушарии. В. На севере он омывает Африку. И Г. Он большей частью расположен в южном полушарии. Можно пойти от противного и сразу отсечь варианты ответа, которые не вяжутся с логикой от слова «совсем». В частности, мы знаем, что Индийский океан никак не омывает Африку на севере. Про то, что его пересекает экватор — это тоже сомнительно. Все вспоминают то, как проводятся границы океана от крайней точки Южной Африки, от крайней точки Австралии. То есть Индийский океан достаточно большой, а экватор его пересекает только в северной части. Соответственно, он большей частью располагается в северном полушарии. Этот вариант тоже неуместен. Соответственно, верным остается только тот, где указано, что Индийский океан большей частью своей расположен в южном полушарии. Это правильный ответ. Таким образом, разбор занятий на сегодня завершен. Благодарю всех за внимание. Надеюсь, что при самопроверке вы продемонстрируете наилучшие ответы, наилучшие показатели, наберете наивысший балл при выполнении заданий. Если вдруг не совсем успешно, то настоятельно рекомендую еще раз ознакомиться с материалами видеолекции, прочесть методичку и дополнительно прорешать различные тесты, задания по темам, касающимся материков Африка, Австралия и Индийский океан. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...